Денис Базанков Денис Базанков Денис Базанков которые будут нас всех убеждать, что это благо для населения, выйти как можно позже на пенсию. Все мы прекрасно знаем, да, вот трезвомыслящие люди о том, как у нас работают трезвомыслящие информации, да, и как они умеют убеждать. Ну, у меня-то мысль немножко другая. У нас статистика смертности-то говорит о том, что до этого возраста-то далеко не все доживут просто. Да, ну, еще хотелось бы сказать о том, что при повышении пенсионного возраста люди сами возрастные, с учетом того, что у нас безработица, как они будут конкурировать с молодежью, и как они будут конкурировать, значит, с людьми, которые приезжают с ближнего зарубежья, да, молодежь. Конечно, работодатель будет иметь прерогативу именно к молодежи. Ну, давайте честно скажем, после 40, в принципе, вы никому не нужны. Да, и получается, человек еще 15-20 лет будет искать работу, вот, ну, конечно, это не дело. Получится, что человек будет жить не на пенсию, а на пособие. А с учетом того, что, ну, те статистические данные, которые мы имеем, да, после того, как мужчина, да, выходит на пенсию, средняя продолжительность его жизни составляет 6 лет. Вот и получится, что у нас многие люди просто не доживут до своей пенсии. Ну, о чем, да, я уже и говорил. А в законодательном собрании эту идею как рассматривают, оценивают коллеги? Ну, в законодательном собрании... Крайне мере, я имею в виду идеи отмены вот этого... Это законопроект федерального уровня, да, поэтому мы можем здесь сделать только заявление. Но со своей стороны я скажу, что КПРФ в Республике Карелия включается в всероссийской акции КПРФ по сбору подписей у населения против данного законопроекта. Будем работать, будем все-таки защищать права наших граждан. Уже сейчас специалисты подсчитали, что государство, не платя пенсию вот этим, кто не доживет до предельного возраста, сумма составит около 3 триллионов рублей. То есть, в принципе, мы ищем, где бы сэкономить, где бы урезать, почему бы не начать с пенсионеров, правильно? И опять получается, да, что залезают фактически в наш с вами карман, да, простого жителя. Но тут же мы видим, что государство дает деньги, значит, нашим олигархам, нашим корпорациям, да, которые попали под какие-то санкции, у которых какой-то экономический кризис случился, да. Получается, за счет вот наших денег пытаются решить, ну, мы считаем свои личные проблемы. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим. Я думаю, в следующей нашей программе мы поднимем тему закона карельского о детях войны, если вы не против. Ну а пока на этом все. Напоминаю нашим телезрителям, у меня в гостях был депутат законодательного собрания Республики Карелия Евгений Ульянов, фракция КПРФ. Вы смотрели «Накипело» на ТНТ «Онега». Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok